всем привет привет рада вас видеть снова на своем канале благодарю что остаетесь надеюсь вам мои расклады полезны сегодня мы будем смотреть расклад на тему почему люди тянутся ко мне что есть такого во мне что ко мне тянутся люди и у меня сейчас такая мысль пришла что если например есть люди которые наоборот как-то закрываются от людей да и в их пространстве но нет людей с которыми бы они так часто общались нет знакомых приятелей друзей ну то есть люди выбирают какой-то такой уединенный образ жизни такие тоже есть дату что с ними почему не тянутся почему к ним не тянутся люди наверно что-то такое будем смотреть не знаю как пойдет позиции вы видите перед собой в тайм-кодах тайм-кода есть в описании под этим роликом также под этим роликом есть все необходимые ссылки самое главное это мои услуги нажимаете туда там есть мои контакты мои услуги абсолютно все что вам необходимо также в описании есть ссылка на плейлист и нажимаете туда увидите все плейлисты которые есть на моем канале вообще если вы не знаю подписаны на какого-то там автора до которого слушайте не обязательно чтобы это был таролог я рекомендую почаще заходить плейлисты потому что если вы просто смотрите рекомендованные ролики ну то есть подписались и выходит какой-то новый ролик да вы сразу смотрите это окей но когда вы заходите в плейлисты вы можете удивиться что у авторов есть еще те ролики которых вы не видели не знаете например у меня на канале помимо раскладов есть ролики где я отвечаю отдельно на вопросы плейлист называется беседка либо себе также есть плейлист под названием таро простым языком есть плейлист что там еще разные курсы в открытом доступе прямые эфиры записи для тех кто недавно подписался прямые эфиры мои это не стримы где я отвечаю на с помощью таро на вопросы подписчиков я веду беседу то есть рассказываю какие-то вещи интересные на мой взгляд а люди задают вопросы в общем и мироздания жизни и я отвечаю то есть есть очень много роликов которые на мой взгляд они познавательные вот но рекомендую заглядывать и также есть ссылка на раздел сообщества это для тех кто не знает где можно найти анонсы которые я выкладываю по пятницам для того чтобы записаться на блиц консультацию вот то есть вообще если есть какие-то ссылки до автор дает хорошо было бы чтобы вы просто по нажимали на них да посмотрели то есть если он допустим дает ссылку на телеграм по крайней мере я так делаю мне интересные следы если мне нравится автор если мне нравится человек да то я обязательно нажму на все ссылки посмотрю что у него там соцсетях что он публикует может быть есть какая-то информация которая мне будет полезна который мне будет интересный после того как я уже про про шестью так скажем да про анализирую всю информацию вокруг человека у меня складывается какое-то свое впечатление да и мне уже понятно где и что искать но это так если вдруг вы не владеете да не на ты с техникой и со всевозможными вот этими ссылками приложениями и не знаете такие вот подсказка такая небольшая так ну а мы приступим отодвигая надеюсь вы уже определились и так позиция номер один голубенький камешки я поставлю почему люди тянутся ко мне смотрим почему люди тянутся ко мне смотрите люди которые выбрали первую позицию да к вам не всегда тянутся люди хочу сказать к вам тянутся люди тогда когда вы в них вкладываете да когда вы выходите на контакт когда вы ходите на общение на взаимодействие с этими людьми как правило ваша роль по отношению к другим людям она всегда на ступеньку выше то есть это может быть есть на передача какой-то информации какая-то помощь то есть вы так или иначе не взаимодействуете с людьми на равных вы всегда находитесь ну хотя бы на пол ступеньки выше да то есть это ваша позиция я не вижу вашем окружении людей которые были бы вам равными то есть так или иначе вы в чем-то выделяетесь есть некое такое превосходство но это не потому что вы этого желаете да то есть вот проявление нашего эгоизма да то есть я лучше меня ты хуже меня нет здесь скорее всего вы как раз таки та личность которая вот о которой я говорила в самом начале да предпочитаете быть наедине сами собой вам интересно но при этом когда бывает такая необходимость в общении да здесь не то чтобы вот в слове снисходительное есть какой-то отрицательный окрас я не вижу в этом слове ну вот в данном в данном контексте до слова должны быть всегда в контексте иначе они теряют смысл в данном контексте я не вижу ничего такого негативного то есть вы общаетесь да безусловно вам тоже интересно но все равно вот присутствует какая-то дистанция который вы держите от людей то есть если вам что-то хочется сказать если вам хочется поделиться в тогда в таком случае вы как-то начинаете взаимодействовать с людьми то есть здесь как будто бы взаимодействие идет по необходимости не по желанию что вот вы прям такая личность которая горите этим не а здесь мне идет такое ощущение что когда у вас есть какая-то потребность отдать что-то ну там не знаю энергию ресурсы тогда вы начинаете общаться либо вы вынуждены например там не знаю надо сказать какую-то организацию там на почту надо сходить банка на выходе да то есть нам нужно взаимодействие с людьми но это вынуждены какая-то позиция да потому что не сделать этого вы не можете далее люди вам тянутся как правило тоже такой интересный момент не то чтобы просто с вами пообщаться знаете вот бывает иногда в компаниях да когда собираются друзья не все на одной волне они как-то шутят весело здесь нету такого как так сказать здесь какой-то вот как некий такой профессиональный формат общения то есть люди если к вам обращаются они обращаются либо за помощью либо за наставлением либо за советом но если даже это вот допустим ваши друзья все равно они вот вы умный в компании да если люди которые весельчаки да душа компания а вот вы тот знаете такая сова тот философ тот опытный человек который вот может что-то сказать как правило вы больше молчите вы вроде бы физически присутствуете но вот все равно ваша энергия она как будто бы давлеет над другими людьми то есть вы можете этого и не осознавать вы можете это не делать специально но все равно вот это вот позиция над она проскальзывает не знаю в силу своего опыта в силу вот иногда бывает так что знаете вы как-то своим авторитетом под авторитетом я понимаю наличие энергетики вот вас бывает очень много и вы давите людей под своим присутствием но причем так интересно что я не вижу вашем окружении людей сильнее вас не знаю почему равных вам может быть какой-то конкретной тематике да вот если вы разбираетесь например там профессиональная какая-то узкая эстезя да тогда у вас могут быть и на вы единомышленники вы можете разговаривать с ними на одном языке но как правило вы все равно в чем-то в чем-то больше вот ваша не масса тела а энергетика она более объемная она более емкая а почему вы не притягиваете к себе людей сильнее вас по энергетике четверка пендаклей потому что вам очень важно находиться в комфорте велика вероятность что вы будете чувствовать себя не совсем комфортно с людьми которые будут вас сильнее по энергетике да именно по энергетике не по объема информации то есть умнее мудрее опыт не знающие нет нет здесь не про это а вот именно это на энергетическом уровне вам будет дискомфортно и что а если будет дискомфортно тогда что вы начинаете очень сильно переживать волноваться эмоционировать и что тогда а вы будете закрываться вы закрываетесь именно поэтому вашем окружении нету людей которые сильнее вас а нужны ли они вам смотрите если есть какие-то цели которые вам нужно поставить перед собой вы сами тянетесь к таким людям как правило эти цели имеют отношение либо к вашему развитию либо да скорее всего когда вы хотите чему-то научиться так да вы хотите когда вам необходим рост тогда вы сами тянетесь но вот вы вам просто очень дискомфортно в обществе людей которых в уровень энергетики выше вашего и здесь это даже и не совсем про удобства но потому что мы говорим про комфорт а здесь скорее всего как будто бы энергия этих людей вытесняет вас вот смотрите такой интересный момент когда вы по уровню энергетики выше тех людей с которыми вы взаимодействуете им с вами комфортно они к вам тянутся им это нравится они как будто бы подпитывается вашей энергией но на том уровне на котором находитесь вы если вы встречаете людей выше себя по энергетике то их энергия вас вытесняет вам некомфортно видите какой парадокс то есть другим людям с вами комфортно а вам в аналогичной ситуации да только когда вы уже в роли других людей вас вытесняет не то что вы сами уходите а вас вот эта вот энергия вытесняет то здесь идет очень сильное трение энергетическое не знаю почему то есть такое ощущение что вот прям разряды вот у меня идет искры когда встречается человек скорее всего вот почему-то с мужчинами может быть такое больше то есть когда это как будто бы в другой заряд что ли возможно вы например заряженные минусовой какой-то энергии а мужчины либо другой человек как-то вот плюсовой и здесь не происходит притяжение а здесь наоборот происходит какое-то отталкивание друг друга друга то здесь идет какой-то разряд мне показывает и скажешь прям летят то есть вы можете знаете даже вот идет как-то на ментальном уровне идет какая-то борьба и я поняла смотрите здесь как получается когда вы встречаете человека сильные энергии по сравнению с вашей то там уровень развития смотрите вы сами по себе человек достаточно осознанной с высоком уровнем осознанности и развития но когда вы встречаете еще сильнее человека то на ментальном уровне он знаете как как бы так сказать он вроде бы вас превосходит и у него стоит защита то есть у такого человека если вы встречаете с ним у вас автоматом появляется желание подпитаться его энергетикой неосознанно это все происходит но там стоит защита и вы не сможете подпитаться он вам не дает ту энергию которую вам хотелось бы взять от него и получается так что вы как-то начинаете реагировать на это не очень позитивно опять-таки неосознанно данное уровне ментала вы стараетесь что-то укусить у этого человека до от его энергия а он вам не дает и получается вот это вот борьба до дай не дам дай не дам то есть вам не дают вам пилить но при этом интересный момент что люди которые тянутся к вам они могут вас вам перед то есть вот такое ощущение что у вас нету той защиты которая есть у людей с более высоким уровнем энергии чтобы наглядно вам было понятно да то есть предположим что люди с высоким уровнем энергии это некая такая элита аристократы до средний вот этот вот прослой это такая рабочая сила до такой ну рабочий класс это вы и дальше идут но условно говоря крестьяне я ничего не имею против крестьян но вот чтобы образно просто понять и вы когда допустим вот это вот рабочий класс взаимодействовать с крестьянами да то крестьяне могут у вас как-то вот подпитываться вашей энергии и вы им это как будто бы разрешаете но когда вы как рабочий класс начинаете взаимодействовать с элита аристократов они вам пресекают это и это вызывает у вас какое-то вот раздражение негодование и отсюда у вас возникает вот эти вот эмоция который здесь идет речь и неудовлетворение и поэтому вы стараетесь не общаться потому что здесь опять-таки такое чувство что встретились две силы просто одна чуть больше а другая меньше по по размерам но по ценности вы примерно одинаковый то есть такое ощущение что один уже мастер а другой вот скоро станет мастером он не ученик нам скоро уже станет он очень близок к этому и здесь вот в каких-то в каких-то момент тогда вы можете даже выигрывать этого мастера на уровне энергетической борьбы но в основном вы как будто бы проигрываете и вот вам это не нравится потому что здесь ну вот идет какая-то энергетическая борьба и поэтому вы предпочитаете не иметь таких людей вокруг себя потому что вам это некомфортно чем же вы подпитываетесь тогда пятерка мечей ваша подпитка идет путем саморазвития вам не откуда то есть вы не вампирите других людей почему потому что вот с вашим уровнем осознанности но это не не совсем то хотя возможно да через какие-то манипуляции до конфликты обиды да как-то можете можете такое но вот мне кажется что это раньше было так сейчас сейчас уже такого формата нет что вы останете как через свои какие-то поражения либо наоборот через свои достижения своих каких-то целей вы начинаете нарабатывать накапливать энергетику то есть вы по сути не знаю может вы делаете какие-то практики ну то есть здесь вы не берете ни у кого энергию да вы ее сами накачиваете из пространства путем там не знаю дыхательных каких-то практик путем медитации очищения своего сознания возврат вашей собственной энергии от разных источников куда вы ее сливаете то здесь вот такая самостоятельная работа идет здесь то есть человек здесь работает для того чтобы получить энергию поэтому здесь тоже так удивительно для меня понимая с какой ценностью и с каким трудом вы эту энергию нарабатываете отдавать вот вот так вот щедро до позволяет людям пользоваться вашей энергией но вот здесь я бы пересмотрела немножко вашу позицию не знаю здесь все будет индивидуально так это была у нас первая позиция как вы видите расклад пошел так как он желает идти до леса без каких-либо ожиданий у меня обычно так бывает хочу как-то вот сделать а получается по-своему позиция номер два так двоечки смотрим вас почему люди тянутся к вам почему люди тянутся к вам ну представляете почему потому что одеяло потому что у вас очень вкусная энергия очень такая сочная смачная многогранная жизненная энергия у вас есть вот это вот жизненная энергия и люди скорее всего тянутся к вам не совсем хорошими намерениям да то есть вот как будто бы под вампире будет вас тянутся вам за вашей энергии принципе выйти человек такой харизматичный но у меня почему-то идет такое ощущение что вот как будто бы ваш кокон энергетический он какой-то надпуссанной да то есть вот как очень напоминает когда комарик до которые либо муха либо комарик вот что такое который летает вокруг вас вы его вроде бы отгоняете особенно если это муха да мы как правило и и не убиваем новую рукой машин да но она все равно вот как-то успеет сесть начинает раздражать вот здесь что такое то есть равно надкусывает как-то вашу энергию а здесь еще такой момент что вы как будто бы сами себе притягиваете людей а вот каких людей вы к себе притягиваете ну людей такие знаете достаточно эмоциональных я не хочу говорить что это те люди которые найти как вампиры через жалость через эмоции вот как-то вызывают вас на сострадание сопереживания сочувствие начинает питаться вашей энергии такой вариант тоже есть здесь но скорее всего здесь возможно идет такая энергия как знает или зависть ну что-то такое не очень хорошая как будто вот вам завидует в чем вам завидует наверное завидует в том как вы невзирая на какие-то трудности до преграды вы их все равно преодолеваете возможно есть какие-то сложности но вот вы вас это получается возможно вы как-то вот на себя возлагаете очень много обязательств много тащите на себе то есть знаете как-то перекладывает на вас свою свою какую-то ответственность то есть когда человек что-то сам не хочет сделать вот он как будто бы вас берет на не то чтобы на слабо а не знаю есть какое-то такое слово ну как совесть что ли то есть он играет на каких-то ваших слабых сторонах но типа допустим у тебя же есть время да я вот занят я не могу у меня там дети работаю вот ну сходи сделай пожалуйста за меня это да и вот вы идете делать то есть человек как будто бы нажалось что ли давид на скорее всего 10 на чувство совести вот что-то такое здесь есть чувство долга какое-то да как то вот на человечность ну вот на слабые какие-то ваши места и вы делаете то что вас просят хотя вам это не нравится хотя у вас за жизнь она сама по себе очень переполненная ну то есть вам есть чем заняться но всегда есть вот к вам тянутся до к тянутся вампиры вам тянутся потому что вы как будто бы не умеете отказывать почему вы не умеете отказывать но вы учитесь вы учитесь в чем проблема проблема ваше мировоззрение касательно семьи может быть вас в семье так учили да все время надо поделиться надо позаботиться о ком ну чего тебе жалко что ли вот и сама ты сможешь а другой не может как я говорю здесь как будто бы на чувство жалости люди давят еще покажите мне людей которые к вам тянутся но есть люди которые самодостаточные знаете здесь такое ощущение что вот опять же таки даже если это самодостаточные люди они приходят вам за вашей энергии то есть у них в жизни вот как будто бы ну вот вроде все есть допустим там деньги есть отношения есть опыт и знания есть давно не хватает вот красок каких-то эмоциональных вы эмоциональный человек и и вот им нравится не знаем может быть им нравится ваш смех может быть им нравится вот ваша щедрость души может быть им нравится ваша открытость в какой-то степени наивность то есть то чего они не имеют возможно желание даже не желание а готовность все время общаться с людьми то есть независимо от того какие сколько у вас дел есть в жизни до ну либо в течение дня до вы всегда найдете время как-то там улыбнуться отосоваться помочь вот что-то сказать то есть причем знаете здесь неправильный обмен идет почему потому что вот люди к вам приходят вроде бы да и вы к ним с душой вы открыты и готовы им помочь но когда вам нужна эта помощь люди вам не и и не указывают потому что они находят какие-то свои там я не знаю свои дела свои какие-то отговорки и вот вы как будто бы верите почему потому что здесь такое ощущение вот вы допустим пришли кому-то за помощью я не знаю надо в долг взять три рубля к примеру и вы когда-то кому-то давали вот вы идете да мне показывают женщину вы идете например к этой женщины и говорите ну блин мне надо вот вот завтра послезавтра принесу честно край вот получу зарплату ну просто есть какая-то необходимый вот и она начинает ну да ты мне когда-то помогала ну понимаешь я не могу у меня вот ребенок не вот и и как будто бы находят что ты вот вы говорите ну да прости это то есть еще и просите прощение извиняйтесь почему потому что говорится ну да ты ты права у меня допустим нет детей а у тебя есть да тебе нужнее это моя ошибка что я пришла к тебе просить не не никак обида а вот как будто вы знаете вы входите в положение этого человека еще оказываетесь крайне вот здесь какая-то такая позиция а что вам дают вот что берут люди хорошо мы это посмотрели увидели если что то что вам дают люди ну дают разговоры дают разговоры какой-то такой знаете какие-то задушевные беседы можете просто с этими людьми куда-то ходить время хорошо проводить там пошел побеседовал я может быть в поездку какую-то небольшую съездил а есть еще что думала что-то существенное да что могут вам дать эти люди мне такое ощущение что-то существенное ничего нет кроме того что они как-то могут вас поддержать да как-то поддержать сказать ну вот потерпи все получится мы в тебя верим могут поддать этот поднести плечо да на которое можно будет опереться но это временно да то есть через какое-то время скажет ну ну то есть ты опиралась на меня до прошла там не знает три метра а теперь за эти три метра ты еще должна 6 метров меня тащить да то есть просто так ничего не дается у меня возникает вопрос почему то что вы доноры я знаю почему именно к вам тянутся такие люди доноры я знаю почему то что вы как будто бы как-то застряли на каком-то своем уровне и вам нужно идти дальше как-то вырасти сделать следующий шаг а почему вы застряли ну потому что знаете здесь какая-то привычка то есть опять таки хочется сказать а разве может быть такая вот ну дискомфортная атмосфера привычка да если люди воспитывались в такой сфере то им вот этот вот дискомфорт и стресс он настолько привычен что когда его нету человеку наоборот становится плохо и он снова воссоздает вот вот эти вот не совсем здоровые какие-то ситуации в своей жизни но здесь такое чувство что вы уже это переросли но что вас еще держит вы это уже переросли вы думаете вы размышляете здесь на чем размышляете на тем как бы я хотела то знаете вот с одной стороны вы понимаете что нужно двигаться дальше до на пути своего развития но пока еще как будто бы человек не совсем определился в каком направлении двигаться ну то есть вы еще думаете о том вот какой бы я хотела чтобы моей жизни либо хотел чтобы моей жизни будущее было вот каким это будущее я вижу то есть вы вы еще пока не уверены вот поскольку вы не уверены вы не можете двигаться и вот вы как будто бы знаете это как человек который сидит на остановке и ждет автобус он знаешь что вот по этой дороге либо на этой трассе проходят очень много автобусов но конкретно пока он еще не знает какой вот но чтобы не брать попутку доехать до города да он сидит смотрит там я не знаю в приложении в телефоне выбирает какой автобус какой номер ему подойдет и вот пока он ожидает до найдется обязательно какая-нибудь бабушка которая попросит о помощи да там я не знаю животное увидите какое-то раненое надо его с собой взять подлечить отвести к ветеринару то есть вот вот здесь что-то такое что он поможет определиться куда вам двигаться дальше по шестов не знаю какой-то какая-то внутренняя искра огонек здесь понимаете здесь дело не в голове здесь не выбор не в голове внутри вас он уже сделан этот выбор но вы как будто бы хотите больше подтверждений больше подсказок потому что опять же таки не потому что вы не знаете куда идти как-то правильно сказать ну то есть ваше бессознательно она знает куда вас витей ваше сознание придумывает то что вы не знаете на самом деле знаете но это вот просто иллюзия того что вы не знаете а не двигаетесь почему потому что именно вот это вот новое движение вперед она дискомфортно и что-то вас еще держит в прошлом да есть какие то моменты которые вы еще не не закрыли не исцелили что это за моменты вот они связаны как раз таки с вашим дальнейшим путем то знаете это как такой момент когда есть какая-то боль да и в теле человека и как правило всегда ей найдется тот который скажет да возьми ты обезболивающий что ты терпишь эту боль и вот вы краски находитесь в этой позиции когда говорите да ладно вот я еще чуть-чуть потерплю вот может быть сама пройдет вот если не пройдет я обязательно приму лекарства вот вы сейчас находитесь в таком состоянии то есть я еще как будто бы потерплю потом обязательно что-то должно произойти я пойду дальше вот здесь какой-то такой момент так это была вторая позиция еще дело знаете о чем говорит а об искушении удовольствие то есть люди вам тянутся за удовольствием и вы хотите чтобы вашей жизни ваша жизнь была такая наполненная удовольствием поэтому вам показывают как раз ки людей которые приходят к вами которые как вы знаете коньяки такие ну кайфажеры которые пришли вот попробовали вашу энерги да и ушли и по сути они вам отражают ваше внутреннее ощущение что вы хотели бы чтобы ваша жизнь была такой чтобы она была вот в удовольствием наснаждение наполненная эмоциями то здесь в этом заключается как раз таки и урок ваш здесь идут искушения то есть люди приходят вак вам чтобы показать ваша ваша мутро вашу природу то есть что вы хотите по сути от и причем еще знаете здесь интересно позицию это закрыла но информация опять пошла вы по сути расплескиваете свою энергию почему они приходят они приходят опять же таки мы говорим про вампиров но они приходят как помощники вампиры к вам почему потому что вы не готовы вот ту энергию которая есть у вас собрать ее и направить на какую-то цель то есть вот то что вы не идете в это новое да они вам помогают чтобы ваша энергия вас не разрушила они приходят и забирают у вас эту энергию до тех пор пока вы не решитесь не определить что да окей я готова теперь я иду в будущее и мне энергия нужна мы самой и в такой момент велика вероятность что вот эти вот люди который приходит к вам до спасатели тире вампиры они отойдут на второй план то здесь вот как только человек решится и начнет что-то делать в направлении дальнейшего движения тогда как-то ситуация изменится а вы ждете как будто бы какой-то подсказки что вот что-то мне нужно чтобы двигаться дальше вам ничего не нужно вам уже давно и давно надо было двигаться дальше но вы все равно как-то искушаетесь на то чтобы расплескивать энергию здесь такое ощущение что возможно вашей жизни должен появиться какой-то человек и либо необходим либо вы о таком мечтаете который бы наоборот концентрировал вашу энергию и направлял вас потому что вы как-то знаете как как алиса стране чудес вот она начинает идти до свое путешествие все ее отвлекает все и интересно это интересно это интересно вот это вот интерес вокруг нее он расплескивает энергию и она уже на полпути забыла куда она шла и зачем она вообще туда шла то есть вам нужен человек который бы вас наоборот как-то собирал чтобы не искушались нам то чтобы видите на пути к своей цели вот такая позиция так третья позиция надеюсь не успели переключить двойки позиция номер три и дослушали что я там хотел сказать почему люди к вам тянутся троечки почему к вам тянутся люди но ответ готов потому что вы маг потому что вы маг потому что вы манипулятор с хорошей точки зрения то есть человек который умеет взаимодействовать с пространством и получать то что он хочет то есть люди к вам как будто бы идут за знаниями только здесь не знание как в первой позиции это мудрость философии такой а вот ваши знания не конкретные они четкие они структурные они обозначены и то есть это такое ощущение знаете вот когда ходишь на какие-то там я не знаю бизнес тренинги до когда говорят что вот надо сделать там прописать план четко там что-то вычислить по рынку посмотреть там какие-то цифры ну вы что-то такое конкретное то есть люди к тянутся к вам для того чтобы получить какой-то свой результат и не нравится то как вы решаете задачи им нравится ваш стратегический ум им нравится это как вы можете их собрать структурно то как вы излагаете информацию они к вам идут скорее всего как знаете как к наставнику не как учителю а именно к наставнику в чем разница в том что наставник берет своего подопечного и он проводит из точки а в точку б параллельно его проверяем там не знаю в этом сопровождении дам берет какой-то обратно дают какую-то обратную связь вот какие-то такое сопровождение иногда люди к вам тянутся для того чтобы перепроверить настолько вы хороши насколько вы показываете себя да есть какая-то категория людей которые все время являются для вас провокаторами которые в чем-то вас подстегивают для того чтобы посмотреть на вашу реакцию как вы отреагируете действительно волевые такие собранные структурные ну хочешь сказать покер фейс да то есть всегда есть вот эти мужчины спортивного тела осложнения на которые стоят перед дверью в какой-нибудь там заведение вот и всегда найдутся люди которые будут перед ними там ну как шуты прыгать скакать для того чтобы проверить насколько у этих security есть выдержка да насколько они могут не реагировать вот обращение что перед вами тоже эти обезьяны прыгают для того чтобы проверить насколько они дрессировщика могут вывести себя если у вас действительно слабые места либо вы такой настоящий по-настоящему еще знаете такая картинка идет что если вы действительно настоящий да то вот это вот обезьяна которая как-то вот вас провоцировала до этого да она сбрасывает маску превращается знаете в человека и начинает вам открывать душу и говорит о том что блин я действительно тебя провоцировал почему потому что вот я не верил но возможно ты можешь мне помочь вот как будто бы начинает вам повествование своей истории и вы действительно можете помочь этому человеку то есть такое ощущение что вот как-то влияние ваша она идет таким образом что человек как-то открывается перед вами потом тоже интересный момент еще почему люди к вам тянутся ну знаете вы создаете такой образ некой загадочности в контексте холодности до в контексте того что вот вы к себе не подпускаете людей и людям это интересно то есть вот в этом закатка ваша то есть они хотят вас разгадать до раскусить вот здесь очень такое есть еще почему люди к вам тянутся девятка кубка вот я говорю видите вот вы потому что вы закрытый человек потому что вы вроде бы показываете насколько вам хорошо но я не готова этим делиться и вот здесь люди как будто бы тянутся к вам для того чтобы доказать вам и себе что вот это вот ваше хорошо они могут забрать они могут вас вывести и как-то сказать вывести на чистую воду до показать что на самом деле у вас за душой ничего нету вот я не знаю почему такая потребность то почему такая потребность них как-то это связано с каким-то началом то есть у них какая-то задача такая то есть высвечивая подсвечивая ваши пробилы они как будто бы помогают вам в каких-то начинаниях ну то есть допустим показали вам где у вас есть белое пятно вы на это обратили внимание и дальше пошли вот эту вот область развивать то есть они вот как найти как зажигалка где-то как вот поджигает дает вам вот эту вот искру а дальше в эту исту берете и разжигаете превращаете в пламя вот в какое-то какие-то свои знания для себя но вы конечно же не будете благодарны напрямую вы им это говорить не будете да но это вот как-то внутри себя да вы будете признавать то что вы не тот человек который публично там что-то признает что кто-то там прав не прав это вообще как будто бы это выше вас да это я я сама либо я сам увидел вот пользу того что мне показал этот человек путем там я не знаю анализа либо созерцания но вот это мои заслуги да то есть здесь такое тоже приходит почему потому что ну могу никто не указ да потому что я сам все умею я сам всем владею я сам все знаю еще какие люди вам тянутся королева кубков люди которые хотят каким-то образом потушить вас огонь то есть понимаете здесь люди тянутся к вам манипуляторы 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 хочется сказать что возможно у вас тоже есть такая да у вас есть эта способность манипулировать но я не думаю что вот здесь она проявлена но к вам идут люди манипуляторы тянутся что за манипуляторы ну вот они как будто бы хотят не знают у них какая-то личная что ли выгода может быть какие-то обиды не по отношению к вам а вот по отношению к той энергии который вы транслируете понимаете вот их раздражает ваша трансляция то есть они вас как человека как личность не знаю но то что вот вы транслируете какую-то модель проецируете до вовне люди ее считывают и она очень сильно бесит она очень сильно раздражает она вызывает у человека раздражение почему потому что вы показываете какую-то уверенность в себе а это раздражает потому что чувствуется какой-то опять-таки фальшь но не ту фальшь который вы транслируете а эти люди воспринимают фальшь в контексте того что ну такого быть не может знаете вот чтобы не сказали какие бы у вас умения не были всегда найдется кто-то что скажет что допустим особенно если это какие-то ролики в интернете что это монтаж это вот не настоящее такого быть не может да вот это вот все иллюзия это ну то есть опровергает вот здесь какое-то такое мы вокруг вас есть такие люди которые все время будет опровергать ваше умение ваше знание то всегда найдется вот этот умник этот хейтер который знает больше чем вы вот и но здесь опять таки в этом есть польза не потому что он вас критикует а потому что в его словах да не то чтобы есть какая-то истина но она заставляет вас пересмотреть свои какие-то знания и тем самым вот как будто бы косвенно они вас совершенствует допустим там я не знаю кто-то проверяет таблицу умножения да насколько вы знаете и он начинает говорить да ты вот принципе не знаешь ты будешь ошибся вы вовсе ли задумались действительно ли я ошиблась не ну вроде бы давай-ка я проверю да вот это знаю вот это знаю не все нормально либо там вот это знамет и знаю а вот это вот я как-то подзабыла что это да а ну-ка я свяжу-ка себе память что-то здесь таком роде идет вот таких людей почему вы таких людей притягиваете ну вот видите восьмерка жестов как раз и подтверждает то что я говорю они помогают вам вашем развитие они не дают вам засиживаться хотя бы и так в принципе все время находитесь в движении да вы не тот человек который будет там засиживаться но они подстегивают я говорю вот как некая такая искра который заставляет вас дальше двигаться причем двигаетесь не потому что вы хотите а потому что здесь вот это вот какая такая вынужденная позиция когда тебя берут на слабо и ты гажда нет я тебе докажу я знаю что я могу там десять раз отжаться до его вот сейчас я тебе покажу и вот вы начинаете видишь я могу а внутри себя думаете блин что-то десятый раз не пошел то легко что-то вот видимо где-то что-то не так самая техника ну-ка я попробую ее освежу вот здесь такие форматы а вы каким людям тянетесь а вы тянетесь к судьбоносным людям да вы тянетесь не к простым людям вы тянетесь к людям может быть власти какой-то до людям силы к людям справедливости вот вам нравится структура но в принципе потому что внутри вас есть эта структура вы тянетесь к людям которые у которых большое ментальное поле сейчас как понять да как проверить если у вас ментальное поле есть не у всех на самом деле вот ну вот вам нравится то есть люди такие с багажом знания но здесь и знания не такие специфические это не знание там например истории или бы там географии ну какие-то вот школьные нет а здесь знания которые связаны как-то с памятью с наследием может быть это как передавать какую-то силу может быть знания если эзотерические то вот прям такие направленные на какое-то вот воздействие в своем сознании на других людей то есть вот такие серьезные знания здесь идут и причем большого масштаба то есть у вас цели быть похожих на похожим на таких людей что вы от них берете дать не берете цели цели в контексте того чтобы быть на них похожим да как как я могу как я могу стать таким вот допустим если пример дату вы возьмете себе в пример там ну я не знаю какого-нибудь миллиардера да там не знаю стив джобса либо там я не знаю как его илон маск да то есть вот как они пришли и я так хочу да то есть какими качествами они обладали какими свойствами то есть вы у них перенимаете что-то такое хорошее ставите себя как цель и идиоте либо там я не знаю людей которые занимаются боевыми искусствами к примеру как они пришли к тому что они начали управлять вот силой своей воли да люди сильные духом и я так хочу то есть они как будто бы вас мотивирует и вы берете перенимаете у них какие-то повадки что за повадки вы перенимаете то что помогает вам выходить из вашего эмоционального комфорта либо не впадать до либо не впадать то есть как все время находиться в движении как расти как быть более решительным как быть отважным как быть на позитиве то есть вы воодушевляетесь некоторой степени от таких людей а если такие люди вашем окружении но есть люди которые идут к этому есть люди которые также как и вы идут к этому но может быть может быть на ступеньку они выше вас только на одну не больше либо на полу ступеньки здесь почему-то люди боятся в той силы которую хотите иметь вы то есть вы идете вот со силой причем когда я говорю сила эта энергия это умение влиять на других у нас выходите магом вы не случайно тянетесь к таким людям это как будто бы масштабирование то тех возможностей того потенциала тех энергии которые есть у вас это не раскрытие вы уже владеете этим но вы хотите масштабировать это поэтому вы идете к этому то есть если вы развиваетесь в чем-то очень хорошо то вы хотите это масштабировать допустим есть у вас бизнес вы хотите сделать там цепь франшизу до взять сделать из-за своего какого-то дел масштабировать это если например вы владеете какими-то не знаю боевыми навыками вы хотите их отточить вы хотите их довести до совершенства здесь идет масштабирование вот такой у меня был расклад для вас на сегодня пишите свои комментарии если хотите ставьте лайки опять же таки если хотите а я с вами прощаюсь до следующего расклада пятницу всем пока пока